А завтра у российского вице-премьера по плану визит на север региона. В Краснотуринске Игорь Шувалов обсудит вопросы развития местных моногородов. Об их судьбе уже сегодня шла речь на встрече с заводчанами Екатеринбурга, с председателем Федерации профсоюзов. По словам Андрея Ветлушских, жизнь таких городов в первую очередь зависит от градообразующих предприятий и от грамотной промышленной политики, которая на них реализуется. Мы понимаем, что сегодня промышленность и вообще экономика очень гибкая, поэтому здесь двумя путями надо, чтобы мы шли, чтобы предприятия и собственники постоянно осваивали новые технологии и повышали производительных труда именно за счет новых технологий, а не за счет того, что человека заставляют по 12 часов работать. По словам спикера, первоочередными задачами предприятий, на которых держится целый город, должны стать сокращение рабочих часов и увеличение производительности. Только так заводы и комбинаты в моногородах смогут развиваться, осваивать новую продукцию и быть конкурентоспособными. Рабочие силы тоже должны быть мобильными. Властям нужно создать условия, при которых неустроенные кадры смогли бы переехать в другой город и пригодиться там. Все эти стратегии развития местной промышленности прописаны в программе партии «Единая Россия. Сила Урала», которая уже является руководством к действию для властей. В частности, сейчас активно решается вопрос повышения зарплаты в регионе. По планам, к 2017 году минимальный оклад должен превысить прожиточный минимум.